Вечное противостояние водителей и пешеходов, когда зачастую одни не понимают других, последние годы начало сходить на нет. Культура пропускать переходящих через дорогу людей активно формируется в сознании автолюбителей. Да и прохожие стали более внимательными на проезжей части. Прогресс стал возможен благодаря слаженной и продуктивной работе госавтоинспекции. С начала года в Ленинском районе не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В униципалитете с развитой дорожной сетью, через которую, в частности, проходят федеральные и региональные трассы, в 2016 году удалось снизить количество ДТП. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции вместе с юными инспекторами движения решили еще раз напомнить пешеходам и автолюбителям о важности безопасного поведения на дороге. Чтобы не было каких-то несчастных случаев, чтобы было все хорошо. Пешеходам надо дождаться, пока водители полностью остановятся. И тогда можно переходить. Если дошел до середины, надо посмотреть вправо. Дальше налево и направо и все. И переходишь дорогу. Ты соблюдаешь все эти правила? Да. В этот день инспекторы останавливали водителей не из-за нарушений, а напротив, поблагодарить совестливых автолюбителей за соблюдение правил дорожного движения и поздравить с грядущим праздником. Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы у нас соблюдаете правила дорожного движения. Вы пристегиваетесь как водитель. Сейчас отстегнулся. Вы видели, что вы были пристегнуты. И наши юные помощники, юные инспекторы дорожного движения хотели бы вам сказать несколько добрых слов. Поздравляем вас 23 февраля. Большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Поздравляем вас 23 февраля. Спасибо большое. Скажите, вам как добропорядочному водителю приятно получить такой подарок в преддверии? Очень, очень даже приятно. Спасибо. Здравствуйте. Совсем скоро праздник 23 февраля. И мы хотим поздравить. Желаем счастья, здоровья и безопасности. Спасибо вам большое. Благодарю. Очень приятно. Спасибо. Ну, от себя хочу всех поздравить с этим праздником великим. Вот всех мужчин, которые служили. Ребята, держитесь. Вы родине всегда нужны. Здоровья, всем и счастья. По мнению сотрудников госавтоинспекции, подобные акции – один из лучших способов привлечения внимания водителей к пешеходам. А значит, и способ снижения ДТП с их участием. Работа сразу же видна. И пешеходы соблюдают правила дорожного движения, и водители, обращая внимание на ребят, которые с плакатом сегодня привлекали внимание, притормаживали, останавливались. Кто-то улыбался, кто-то там показывал знак «Спасибо». Сегодняшняя акция еще раз, наверное, обратит внимание наших водителей на безопасность пешеходов, потому что транспорт у нас все-таки железный и причиняет тяжкие телесные повреждения. Водители, которые из рук учеников 7-й школы в этот день получили поздравительные открытки, пожалуй, надолго запомнят этот момент. И, может быть, в следующий раз, когда будут подбежать к пешеходному переходу, вспомнят ту яркую встречу на дороге. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.